Девушки отдыхают 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 песни, пословицы, поговорки и даже рисуют на картинах. Просто как сибирский валенок. Это выражение появилось из-за незамысловатого вида войлочных сапог. Но процесс валяния совсем непростой. На одну пару у мастера шаповала уходит три дня и около килограмма овечьей шерсти. Все это время войлок мнут и выкатывают. Когда-то валенки были предметом роскоши. В крестьянских семьях их носили в очередь. Давали в приданное невестам и даже передавали с поколения в поколение. Сегодня многие девушки сами осваивают искусство валяния, чтобы своими руками сделать войлочные черевички. Зимой у меня другой обуви нет. И когда приходит весна, я просто тихо плачу, что нужно одевать какую-то другую обувь. Потому что в этой очень комфортно. Не давит, не жмет. Нога все время сухая, теплая. И абсолютный комфорт. С валенками связана большое количество обрядов и традиций. Например, в Рождество девушки кидали валенок через забор. Если он упадет носком от дома, значит в наступающем году ее ждет свадьба. А если к дому, то замужество придется подождать. При переезде в новый дом валенок заносили первым. Считалось, что в нем живет домовой. Есть и специальные обереговые валенки. Название им – шептуны. Вот, это мои первые валенки. А почему они называются шептуны? Ну, потому что это новогодний сувенир. И если наш жептать желание, оно сбудется. Вот. Вот и все. Сегодня валенки – символ России. Дизайнер Вячеслав Зайцев сделал их изюминкой своих коллекций. А наши спортсмены на открытии Олимпийских игр дефилируют в войлочных сапожках. При этом валенки носа не задирают, остаются по-настоящему народной обувью. Им все возрасты покорны. Если нужно, они заменят даже коньки. Словом, сибирский валенок все-таки совсем непросто. И у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представляйтесь и слушаем ваш ответ. Здравствуйте, меня зовут Мария. Ответ, конечно же, это валенки. Ну, конечно же, это валенки, Мария. Абсолютно точно. Вы выиграли билет в театр. Оставляйте свой телефон нашему редактору. Спасибо большое, что позвонили ответить на этот вопрос. И вас с наступающим Новым Годом. Валенки, куда без них в Сибири, в этот холод. Хотя, казалось бы, с одной стороны, вот действительно, прост, как сибирский валенок. Ну, такой серенький и так далее. Но, с другой стороны, ведь изделия из валеной шерсти сегодня крайне популярны. И в доказательство тому наше модное дефиле. Мы пригласили настоящего классного омского дизайнера, а наши коллеги-девушки покажут удивительно красивые вещи. Давайте мы им поаплодируем, поклопаем. Итак, в программе «Тот еще вечер» новогоднее дефиле. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ И те, кто работают за «Тот еще вечер». И представляются на нашей сцене. Наталья Фаткина – координатор проектов. Человек, который приглашает гостей, встречает их у нас здесь в студии. Дарья Кумакова – фотограф. Спасибо за наши снимки. Ей! Ну и, конечно, Анастасия Вдокимова. Ее-то вы знаете по нашим сюжетам. И в валенке-то она сегодня успела примерить. Ну а теперь поприветствуем автора вот этих прекрасных, красивых изделий. Это дизайнер Екатерина Конева. Заходите. Хлопаем, хлопаем. Как все по-настоящему. Здравствуйте, Екатерина. Мы рады приветствовать в нашей студии. Неужели все это действительно сделано из шерсти? Вот из той самой, с которой валенки, или все-таки другой? Ну, это другая порода овечек. То есть они тоже, как собаки, бывают разных пород. Та, из которой делаются валенки, она более грубая. Это тончайший меринос. Может быть, слышали о мериносовых свитерах? Из нее делают и пряжу, и вот для валяния используется. Ну, я так понимаю, что из шерсти можно сделать все. Смотрите, здесь у нас свитер, платье, шляпа, шапка, жилетка, и не вошли... Единственное, что... Кеды вязаны, вареные, да? Да, кеды не вошли. И несмотря ни на это, они все такие же прочные, надежные и теплые. Да. Насчет теплоты, давай спросим у девушек, как она? Ты про моду больше знаешь? Я хотел тебе... Ты преподноси. А, девчонки, в моде ничего не понимаю. Смотрится на самом деле все прекрасно. Ну, давайте вы мне ответите, как вот это все носится, насколько это все удобно, помимо того, что это, безусловно, все красиво. Ну, давайте начну я. Очень комфортно, удобно, особенно шапочка, она так хорошенечко прилегает к голове. Но и нельзя не отметить жилетку, в которой можно вот так укутаться и в нашу холодную пору согреться и почувствовать себя очень комфортно. То есть я так чувствую, после дефиле ты эту штучку не отдашь, да? Ну, естественно. Как тебе это платье? Мне кажется, что я после дефиле не отдам эту шляпу, потому что она мне очень понравилась. А платье... Ну, я бы даже сказала, что его можно и как платье носить, и как тунику. Очень тепло, и я прям чувствую, что у меня она... Тебе еще и очень идет эта шляпка, я тебе хочу сказать, не отдавай ни за что. Ну, а тебе как? Мне достался прекрасный свитер, мне в нем не жарко, потому что он такой немножечко открытый, но мне в нем очень комфортно. Тепло? Ну, тепло, но не жарко. Это здорово. Ну, вот все, что я могу спросить про моду, если ты хочешь что-то добавить, как знаток этого направления. Нет, я предлагаю так, давай микрофон, дари девчонкам призы, потому что мы эти вещи, конечно, не подаем. Девчонки, у нас для вас есть небольшие такие сюрпризики. Это такие маленькие свинюшки, символ наступающего Нового года, и вот здесь вот внизу надо стереть надпись, и вы узнаете, что Новый год вам принесет. Эта свинюшка вам обязательно что-то пожелает. А я от всей души желаю вам, чтобы Новый год всегда оставался для вас светлым, теплым, удобным, как эта одежда, и таким же теплым и радостным. Спасибо. Мы вас на рабочие места отправляем, потому что у нас сегодня эфир с утра и до вечера продолжается. Екатерина, вы, пожалуйста, присаживайтесь, вам тоже хрюшку. Спасибо. А от Екатерины у нас есть еще подарок, потому что сейчас тот, кто успеет дозвониться вот в ближайшие минуты и отгадает нашу очередную загадку, имеет шанс получить авторскую брошку вот как раз из шерсти того самого Мериноса, да? Теплую, нежную, классную вот такую вот розу, да, назовем? Давай. Загадка опять простая. Сразу набираем номер, слушаем одновременно. Самый важный, самый нужный гость на Новый год в семье. Развлекает, как умеет, и не просит оливье. От себя добавлю, что этот предмет напрямую связан с нами. Более чем. Если сомневаетесь, все равно звоните, мы вам, конечно, поможем, потому что, в общем, эту вещь и самим можно носить, маму, бабушкам подарить. В общем, все здорово. А насколько такие известные изделия сегодня популярны и пользуются интересным спросом? Сейчас ручная работа вообще очень популярна. То есть женщины хотят отличаться друг от друга, они хотят как-то выделиться из толпы. Выпендриться, в общем-то. Выпендриться, да, в конце концов. То есть масс-маркет уже достаточно поднадоел, скажем так. Вы присытились, да. Но ведь это не удивляет тех, кто к вам приходит, что, боже, как это, и валеная, это правда? Да, удивляет. И, казалось бы, уже достаточно популярный вид материал. И все равно находятся люди, которые никогда не слышали, что можно валять не только валенки, а одежду, шапки. А много где по миру валяют? Или это вот наше все-таки такое сибирское искусство? А мне вот интересно чисто прикладная история, потому что я в моде плохо разбираюсь. Но как этот материал носится, как он стирается, насколько удобно все, насколько он марки, насколько вообще эта вещь, что называется, утилитарна. Вещи эти, получается, они достаточно просты в уходе. Во-первых, войлок, он не очень сильно пачкается, как, ну, например, хлопковая рубашка. То есть можно вывесить свитерок, проветрить на балкон и можно не стирать. Но стирать эти вещи, конечно, можно. Можно и нужно. То есть если что-то немножко подпушилось, после стирки все обратно складывается. А оно не растянется? Нет, оно не растягивается. Обычно изделие шерсти это вот, боже, не прикасайся там. Ну, тут немножко другая история, потому что, когда, например, свитер вяжут, он становится очень эластичным. А валеная вещь, она, наоборот, в процессе валяния уменьшается. То есть когда я раскладываю вещь, она в полтора-два раза больше, чем то, что получается в итоге. У нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и слушаем ваш ответ. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Меня зовут. Ответ телевизор. Наталья Николаевна, вы победили. Это прекрасная, замечательная брошь. Достается вам. Оставляйте свои координаты и мы договоримся, как вам передать эту авторскую хендмейд-работу, которая не пачкается, не мрается, легко стирается и доставляет отличное настроение ее обладательницы, потому что она становится звездой любой вечеринки, если надевает ее. Я думаю, что это прекрасный подарок. Я еще раз покажу вот эту вещь, которую я сейчас обрела своего нового владельца, владельцу. Как часто вообще покупают? У нас осталась буквально минутка. Популярный подарок? Да. К Новому году делаю просто десятками тапочки, брошки, варежки, шарфики. Всякое такое, что безразмерное или то, что легко узнать размер. Лунский дизайнер вообще потрясающий. И прямо сейчас, я знаю, помимо того, что вы дизайнер, вы еще Resident Art Residence этого потрясающего проекта, которым наш город гордится и, я думаю, славится далеко за, где вот сейчас проходит выставка, которая объединяет, согревает, как раз издает уют. И на нее еще можно сходить? Расскажите буквально вот в 15 минут. Да, выставка «Господин С». Она посвящена свитеру во всех его проявлениях, в разных материалах, в разных размерах. Она проходит в Музее искусства Омска по адресу партизанская 5, литера М, насколько я знаю. Проходить она будет до 15 января. Можно прийти, посмотреть, согреться, присмотреться. До 15 января это прекрасно, как раз каникулы длятся. Приходите и смотрите эту замечательную выставку. Спасибо большое за то, что мы познакомились. На вас ведь еще, посмотрите, это тоже юбка из шерсти, между прочим. Пришли, подарили подарок и вообще дарить Омску возможность всем общежителям земли надевать классные и красивые вещи. Я считаю, что это одежда именно для Омска. Теплая, удобная, все классно. Вас наступающим. Спасибо, что пригласили. И у нас поздравления от Эммы Васильевой, как раз человека, который и придумал арт-резиденцию, ведет ее. В общем, теплого вам Нового года. Спасибо. Дорогие амичи, мы с вами находимся на очень интересной знаковой выставке. Это первая выставка омских резидентов, именно омских, и она называется «Господин Эс». Выставка про тепло. И, конечно же, в преддверии Нового года я не могу не поздравить амичей с этим замечательным, волшебным, очень теплым, домашним праздником, как Новый год. Мне кажется, Новый год – это всегда волшебство. Я всем амичам желаю роста, действия, тепла, волшебства, абсолютно разных красивых историй. И чтобы вы не останавливались на достигнутом, а двигались дальше. И было вам в этом движении очень комфортно. И еще раз хочу повторить, очень-очень тепло от сердец, от атмосферы, от ваших действий. Тепла, любви и комфорта желаем и мы вам, наши дорогие телезрители. Время нашей части эфира подходит к концу, но нам на смену идут наши добрые друзья и товарищи, которые, перенимая новогоднюю, предновогоднюю эстафету того еще вечера, продолжат эту радостную атмосферу и, в общем, продолжат этот замечательный праздник. Ну, а нашу работу в этом году завершает выступление сибирского хореографического ансамбля «Русь», потому что именно сказочным должен быть Новый год. Именно сказку они вам подарят. С наступающим вас Новым годом! Всего самого лучшего! До встречи! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 КОНЕЦ 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 С наступающим Новым Годом! Здравствуйте! В ваших телевизорах вы видите нас. Андрея Крылова. И Наталью Змага. С чего начинается Новый Год? Новый Год начинается прежде всего с подготовки. А подготовка раньше всего где начинается? Конечно же на телевизионных студиях вещания. У нас эта подготовка уже идет два месяца. Вот как только мы поздравили друг друга с Днем Знаний, так тут же приступили к Новому Году. Это чистая правда. Действительно, каждый телеканал хочет как-то выделиться, что-то придумать невероятное, новое, эксклюзивное. И все для кого? Для дорогих наших телезрителей, чтобы у них было праздничное настроение. Потому что Новый Год, он немыслим без телевизора. Вот что мы делаем? Мы сидим за столом, едим оливье, чистим мандаринки, чокаемся, желаем друг другу здоровья. Отправляем смс-ки еще. И замолкаем только на несколько минут, когда говорит президент Российской Федерации. Ну или губернатор области. Конечно, я и хотел сказать, или губернатор. А, и все время фончиком идет телевизор, который мы так смотрим или не смотрим, но нам хотелось, чтобы вы его смотрели. Вот такой долгий спич о том, как мы вас любим, и как мы тратим столько сил, энергии и материальных средств, чтобы вам под Новый Год было интересно. Ну, действительно, как говорил почтальон Печкин, главное украшение новогоднего стола – это телевизор. Вот с него мы, собственно говоря, и начинаем нашу праздничную часть эфира программы «Тот еще вечер». Я думаю, пора перейти на немного удобные позиции. Да, тем более, что в этом телевизоре вы почему-то выше меня. Как-то намного выше меня. Ну, Наташа, ну как я выше? Я ничего не выше, я полнее тебя. В хорошем смысле этого слова. Раза в два. Итак, занимаем привычные нам места. Ой, как удобно мне. Очень удобно. Ну и, как всегда, мы начинаем каждую программу с голосования. Наши коллеги задали «Теплый тон» нашей программе. Сегодня говорим об уюте, тепле и обо всем, что согревает. И напоминаем голосование. Вопрос звучит так. Что согревает в морозы? Вам конкретно? Конкретно. Вас. Варианты ответа. Теплые встречи, теплые вещи, ну и так мы мягонько так сказали, теплые напитки. Ну, например, чай, кофе. Чай, кофе, йог, конечно. Вот те телефоны, которые вы видите на своих экранах, они во время звонка, когда вы к нам позвоните и будете голосовать, абсолютно для вас бесплатны. Ну, есть еще телефон прямого эфира 695-644, по которому вы тоже можете поделиться своим мнением, что конкретно вас согревает в зимние морозные вечера. Ну, вот если вы прямо сейчас проверите связь и позвоните 695-644, мы вам подарим фирменный шар на вашу елку. Вы можете украсить свою елку 31-30-го или когда вы там будете. Ну, минимально 5 секунд, а 1, 2, 3, 4, 5, ну, не получилось. Тогда мы разыграем культ поход. Культ поход. Действительно, год наступающий, 2019-й объявлен годом театра. Телефон тот же самый, 695-644. Если вы ответите на вопрос, Наталья, озвучь его. Ну, вопрос у нас не случайный, потому что мы, так сказать, начинали этот телевизионный сезон для того еще вечера совместно с музыкальным театром. Кстати, билетики в театр тоже у нас сегодня в музыкальный. И не просто в музыкальный театр, а на премьеру. Дубровский на музыку Кима Брейдбурга, премьера, ряд, места, все есть. Красиво по театральному это все вот рассказали. Все-таки ближе к вопросу. Итак, какого числа состоялся предсезонный эфир того еще вечера совместно с музыкальным театром? Кстати, этот эфир, можно сказать, был и предсезонным для самого театра. Вот такая вот у нас смесь театрально-телевизионная. А у нас есть звонок, но не ответ на вопрос. Давайте, говорите, представляйтесь, как вас звать, величать? Согреваю, теплая зимняя вечера. Ну что, что вас согревает? Валенки. Валенки. Ваше пожелание очень коротко всем телезрителям 12 канала и программы «Тот еще вечер». Ходить в валенок, так, я за вас ответил. Ну что ж, вы получаете, ну вот фирменный у нас шарик. Обязательно оставьте номер своего телефона и наши координаторы, которые сейчас дефилировали здесь в валенках, с вами обязательно свяжутся. Я напоминаю, что телефон в суде прямого эфира 695-644, по которому вы сможете что сделать? Ответить на вопрос. Когда был предсезонный эфир того еще вечера совместно с музыкальным театром? И вы получите пригласительный билет в тот самый музыкальный театр на премьеру мюзикла «В двух действиях», который называется «Дубровский». Пока вы к нам дозваниваетесь. Мы решили тоже побыть хоть на несколько минут актерами, может быть, не музыкального театра, но связанного с этим какого-то жанра. Мы хотим для вас, дорогие телезрители, исполнить сегодня песню. И напомнить, как же мы праздновали новые вот эти все года, в разные годы, в разное время. А вы внимательно смотрите и, может быть, себя узнаете, ваших знакомых, друзей. Итак, маэстро, пожалуйста, музыку. Музыка Елочку нарядим в хорово. Вместе мы встречаем Новый год. Громко посчитаем раз, два, три. Елочка-красавица горит. На занях примчится Дед Мороз. Привезет подарков целый год. Хлопают хлопушки до утра. Веселимся вместе. Да-да-да. Открывай бутылочку шампанского. Наливай, скорее всем, игристого. Поднимаем мы тост за любовь свою. Открывай бутылочку шампанского. Наливай, скорее всем, игристого. Поднимаем мы тост за любовь. За любовь. За любовь. Разгуляемся, распляшемся. Отдыхай, потом напашемся. Загадай желания своим. Денег и здоровья, и любви. Эх, народ, давай, пускайся в пляс. Этот Новый год закружит нас. Зажигай бенгальские огни. Елочка-красавица горит. Открывай бутылочку шампанского. Наливай, скорее всем, игристого. Поднимаем мы тост за любовь свою. Открывай бутылочку шампанского. Наливай, скорее всем, игристого. Поднимаем мы тост за любовь. За любовь! Открывай бутылочку шампанского, Наливай скорее всем игристого, Поднимай мой тост за любовь свою. Открывай бутылочку шампанского, Наливай скорее всем игристого, Поднимай мой тост за любовь. За любовь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЫМ ГОДА! Телефон в студии прямого эфира 695-644. Принимайте свои подарки от программы Тот еще вечер и Омского государственного музыкального театра. И так, напоминаю вопрос. Так, есть звонок. А, есть звонок, возможно, это правильный ответ. Давайте послушаем. Здравствуйте, представляйтесь. Здравствуйте, Андрей, добрый вечер, Наталья. С Новым Годом, всех вас с наступающим. А что касается вопроса, у меня есть правильный ответ. 31 августа 2018 года. И это правильный ответ! Мы тоже вас поздравляем с наступающим. Желаем вам счастья, добра, улыбок, удачи в наступающем году. Ну и, конечно, смотрите тот еще вечер и посещайте театр. У нас есть второй вопрос и второй пригласительный в Омский государственный музыкальный театр, тоже на премьеру. Итак. Я второй вопрос закрутила так. Лихо, лихо. Да, чтобы он тоже был связан и с музыкальным театром, и с нашим телеканалом. Так. Итак, каким мюзиклом Омский музыкальный театр начал свои новогодние представления? Ну, подскажу чуть-чуть. Случилось это 20 декабря, совсем недавно. Что объединяет музыкальный театр и 12 канал? Ну вот в названии этого мюзикла есть наша любимая циферка, нашего любимого канала, да, число нашего канала. Ну, вариантов мюзикла есть два. По-моему, подсказала уже все, что могла. Есть два варианта. Мюзикла, это... А, ну не буду подсказывать. Срочно, набирайте 695-644 и отвечайте правильно на вопрос, потому что других вариантов, мне кажется, нет. Ну, я закрутила лихо. Лихо. Ну, а пока вы раскручиваете лихо закрученную интригу моей коллегой Натальей с магой, пожалуйста, мы приглашаем вас немного так вот остановиться, выдохнуть и оглянуться назад. Что же было интересного в программе, которую вы смотрите, которую мы так любим, которая называется «Тот еще вечер», а у нас сегодня тихий, уютный, почти домашний вечер. Итак, смотрим, наслаждаемся. Итоги небольшие года. Житейские советы, законодательные инициативы, городские проблемы и лучшие развлечения смешивать, но не взбалтывать. Эфир по фирменному рецепту того «Еще вечера» можно найти только на 12-м канале. Будем размышлять о журналистике. Ну, а пока эту сферу, так сказать, это не профессия, это такой вид работ, да, вид коммуникации человека, который работает с тем, для кого он работает в фрилансе. Вид коммуникации, отлично сказала. Ну, как бы вот что-то такое. На работе с января по декабрь в эфире каждый будний вечер с 19.00. Нервы на пределе, только прямой эфир и только яркие герои. Но как сдержать эмоции, если гости через одного звездные величины? Как дела? Как долетели? Как настроение? Соскучились ли по Олску, по жителям нашего региона? Поделитесь своими планами на... Вы не обкурились, нет? С какими вы общаетесь, что ли? Добрый вечер, Борис Васильевич. Рады видеть вас вживую. Ну, пусть он только останется. Вот так. Фотосессия. Фотосессия. Еще минуты, и в студии уже идут беседы по душам. Ведь когда, если не вечером, становиться ближе и раскрывать секреты? Только для зрителей Олска. Шепот, чтобы никто никому не говорить. Чтобы мне не верить, со мной надо дружить. Вы в каких костюмах выходили под елку? Кем вы чаще всего бывали? Я был в недвиженке. Ребенок пугается и делает то, что ему нужно. То есть, как каждый... Такой жесткий режиссер. А какие находчивые ведущие. К каждой теме у них свой подход. В арсенале все средства и песни с танцами. Мы, друзья, перелетные птицы. Только быт ваш одним нехорош. На земле не успели жениться. А на небе невест не найдешь. И латынь с классиками. Вот скрипси, скрипси, сказал Пилат Превосвященникам, что в переводе на наш русский язык означает, как написал, так и написал. Эта студия как гостиное место, где вокруг телевизора каждый вечер собирается большая семья. Тут можно не только о работе поговорить, но и личным поделиться. Я даже, когда убираюсь в квартире, я всегда пританцовываю. Всегда включаю музыку, чтобы... Я убираюсь в квартире, ну, мягко сказано, совсем редко. Но иногда я позволяю себе с выходом из запечки чего-нибудь сотворить. Обязательно условия для похода в театр. Это обязательно хорошо поесть. Том. Я Дарк Вейдер из «Звездных войн». Эй-я! Кстати, о захватчиках. Однажды в студии были обнаружены подозрительные элементы. Восьмерка! Опа-на! Ты чё? А ты чё? Хоп-хоп-хоп! Пацаны, пацаны, хоп-хоп, разлетелись. Вы чё? Дай папироску! У тебя футболка в полоске! Малыши, иди отсюда, давай, вот же... К счастью, никто не пострадал, и всё закончилось хорошо. И чтобы в следующем году все напасти обходили вас стороной, а судьба радовала победами и удачами, принимайте поздравления и наставления от тех, кто в уходящем году провёл с нами тот ещё вечер. Дети мои, всё тащите домой, да мы разберёмся. Выигрывайте, продолжайте бороться, двигаться вперёд и добиваться своих целей. Телефон в студии прямого эфира 695-644. И у нас есть дозвонившийся. Итак, Добрый Ветер, давайте знакомиться. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валерия. Валерия. Новогодние... Представление. Какие мюзиклы начались в музыкальном театре? Двенадцать месяцев. Ура! Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Вы победитель. Правда, идёте вы не на мюзикл, а на балет «Жизель». У нас есть ещё буквально пара-тройка минут, ну вот пара, скорее всего, чем тройка. Есть такая волшебная книга «Ёлочка». Вот если вы сейчас позвоните по телефону 695-644, прямо сейчас мы на этой книге погадаем. Вот кто у нас в редакции не гадал по этой книге, всё сбывается. 695-644, я вам немножечко гадну, а Наташа подарит вам наш фирменный шаг. Итак, есть телефонный звонок или нет телефонного звонка? Телефонный звонок есть. Итак, представляйтесь. Нет телефонного звонка, сорвалось. Давайте тогда быстренько мне погадаем. Давай. Третья страница, третья строчка сверху. Раз, два, три. От мороза с запахом свежего воздуха хлопнула дверь. Наверное, всё-таки морозы уйдут из нашего региона и отметим мы Новый год в тепле. Тогда я годну себе. Как-то за вечерним чаем папа вдруг говорит маме, какое счастье. Какое счастье, что у нас всё-таки есть дозвонившиеся. Давайте послушаем, давайте знакомиться. Как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Елена. Елена, говорите страницу и строчку. А страница семь. 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 А строчка? Строчка четырнадцать. Это мои любимые числа, кстати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один из двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Просил. Уж и ругал-то он меня за волосы оттаскать обещался. Счастливого вам Нового Года. И корпоратива. И корпоратива. Мы здесь делаем лёгкую музыкальную паузу, мы с вами не прощаемся. Итак, в эфире двенадцатого канала программы «Тот еще вечер» проект «П» с зажигательной новогодней песней. Давайте послушаем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» А еще есть очень интересное автомобильное событие, которое произошло на прошлой неделе. Наш амич Михаил Шевляков, стронгмен, с помощью своих зубов тащил, я даже не могу выговорить, как это вообще можно было сделать, тащил минивэн, наполненный людьми. Можно себе такое представить? Давайте посмотрим, как это было. И второе автомобильное событие, которое произошло также на прошлой неделе. Из-за морозов техника не смогла завестись, снегоуборочная, и поэтому не почистили улицы. И вот, что мы придумали. Может быть, Михаила нужно помочь попросить. Смотрите, как мы пофантазировали, как бы могло это выглядеть. Калаш сейчас вот так вот превращается, Михаил Шевляков. Настоящий супермен мог бы снегоуборочную машину тащить. И последняя новость, которая у нас есть. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская совсем недавно в своем инстаграме поздравила всех амичей и всех россиян с Новым годом. Но сделала она это верхом на коне. Ну, все сразу в комментариях стали писать, это что, ждать повышения цен на бензин? Это нам предлагают всем, значит, на лошадей пересаживаться? Ну, я не знаю, что будем делать. Так я тебе не против, ты же знаешь, я вот люблю лошадей. Да, и в Омске, кстати, уже подготовились к этому и сделали возле одной гостиницы специальную парковку. И назвали ее конь-шеринг. То есть, если у вас есть конь, можете приехать, припарковаться, вас никто не выгонит. Вот так вот. Ну, я думаю, что единственное, какие-то вот велосипедные дорожки, если вот рядом с ними, можно, наверное, еще и конные дорожки провести. Как вы считаете, амичи, может быть, вы хотите высказаться, звоните нам по телефону 695-644. Опять же, мы принимаем поздравления или какие-то поздравления вы хотите передать с наступающим Новым Годом своим близким и друзьям. Пожалуйста, звоните. И да, я еще хочу напомнить, что у нас объявлен розыгрыш на спектакль «Скамейка» 5-го театра. 5-го января вы можете отправиться на этот спектакль. У нас есть звонок? Как приятно. Нет, у нас нет звонка, он сорвался. Я думаю, что нужно тему-то продолжить и поговорить со специалистом, как он относится, если у нас с дорог уйдут все автомобили и появятся живые повозки. Надо посоветоваться. Тогда приглашаем нашего сегодняшнего гостя, который нам об этом и расскажет. Сегодня в гостях у программы «Тот еще вечер» Ирина Евдокимова, директор конного клуба «Верхом на радуге». Ирина Евдокимова с детства в седле, любит лошадей. Многие годы выступала в соревнованиях по конкуру. В этом виде спорта получила второй разряд. Имеет высшее зооинженерное образование. Замужем. Растит двух дочерей. Часто путешествует на Алтай. Подарки любит больше дарить, чем получать. И у нас есть первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть ответ? Ну, думаю, что это Зайцев. Зайцев? Нет, этот ответ неверный. Все немного проще. Это не совсем конкретный человек. Это некая, наверное, даже профессия. Итак, давайте еще раз объявим наш вопрос. Кто придумал помпоны? Ну, если кто-то может даже рассказать, как это было, пожалуйста. Итак, 695-644. Пожалуйста, звоните к нам в студию программы «Тот еще вечер». Мы ждем ваши варианты ответов. А я хочу поприветствовать нашего гостя, Ирина Евдокимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. И хотим знать ваше мнение. В действительности можно было бы пересесть с автомобиля, на гужевой транспорт. Вот как мне кажется, его даже и прогревать-то не надо, да, коня? А так это или нет? Седай и поехал. Ну, зря вы так думаете. Лошади, как бы, они имеют мышцы, а мышцы, само собой, надо греть. Точно так же. То есть нельзя сразу сесть и поскакать. Нужно обязательно там шагом ее размять, рысью размять, потом можно поехать голопом. То есть придется все равно пораньше вставать, да, делать разминку и потом только выезжать. А вот с точки зрения финансов, ну, дороже содержать лошадь или вот автомобиль все-таки в месяц выходит у людей дороже? Ну, как бы, смотря какая машина, конечно, но лошадь чисто теоретически содержать, ну, недешево. Недешево, да? Ну, сколько примерно-то? Ну, от 12 до 15 тысяч рублей в месяц. А во сколько лошадей? Ой, ну, больше 20. Я так предполагаю, что вы, наверное, на одну из них сегодня к нам-то и приехали. Ну, практически. Практически? То есть у вас заготовлен какой-то сюрприз, я по глазам вижу. Я вижу этот сюрприз уже, Константин. Я думаю, встречать этот сюрприз нужно стоя. Это же настоящий олень у нас в студии. Действительно, настоящий. Он настоящий живот. Ирина, как такое может быть? Это ваше домашнее животное, он обворожителен, какой он чудесный. Ирина, как его зовут? Его зовут Кай. Кай, привет. Ну, конечно же, традиционный вопрос. Можно его гладить? Можно. Угу. Давайте погладим. Угу. Спасибо. Катя, расскажите, а что-нибудь он интересное, может быть, любит есть и вообще... Расскажите, какой он по характеру? Ой, по характеру он довольно воловый, он довольно адекватный. Ничего не боится абсолютно. Спокойный. Ну, и сегодня в студию он зашел так уверенно, статно, красиво. А как настоящий вот олень Деда Мороза, он выполняет свои функции или нет? Ну, подарки он, конечно, не перевозит, но детей радует. Угу. То есть с детьми он знаком? Да. И прямо можно даже еще и рога его потрогать? Ну, рога гладить нежелательно. Потому что он не любит, да? Ну, он может как бы это как раздражитель принять и начать мотать головой. А сколько ему лет? Порядка пяти. Такой он взросленький, да? Какая-то конкретная порода с северной оленей и какая-то еще порода под породой? Нет, у оленей пород нет. Угу. А как он все-таки у вас появился-то? Ну, вообще нам его моя мама подарила. Вот так. Такой новогодний подарочек. Да, да, да. Кто-то там собаку может подарить, кошку подарить. А вы, кстати, гуляете с ним, вот как с домашним животным, там за поводочек вышли вокруг дома своего? Нет, не гуляем. У него свой вольер, в котором он содержится, он довольно просторный, он там гуляет самостоятельно. Понятно. Ну, а может быть, как вы выбрали вообще это имя? Почему Кай? Ну, у нас мальчик и девочка, нам нужны были парные имена. Ну, вот, поэтому к зиме мы приурочили. Ирина, ну, вам большое спасибо, что вы сегодня проделали такой большой путь. Приехали вот с настоящим северным оленем, который тоже, я думаю, поднял настроение нашим телезрителям. А мы знаем, что наша коллега, корреспондент Анастасия Евдокимова подготовила маленький сюжет. Какие же еще звери, ну, пусть не живые, но выполненные изо льда, есть в нашем городе. Давайте посмотрим. В Омске открылся новый зоопарк. Так что амичи будут встречать Новый год вместе с животными. Но не с простыми, а с ледяными. Например, вот с такими очаровательными поросятами. Лед-материал хоть и податливый, но очень капризный. В работе с ним нужна сноровка. Одно неловкое движение бензопилой и придется все делать заново. Поэтому мастера приступают к работе только в хорошем настроении. Ну, а это дружное косолапое семейство цирковых артистов. И в отличие от обыкновенных медведей, их можно погладить. Жаль, что искусство это недолговечное и растает с первыми лучами весеннего солнца. Так что новогодние и выходные – отличный повод лично познакомиться с обитателями ледяного Омского зоопарка. Кроме животных, на улицах города появились сказочные и мультяшные персонажи, которых так любят дети – матрешки, избушки, роботы и даже миньоны. Не оставили без внимания у мельца ледового дела, конечно же, Деда Мороза и Снегурочку, как главных символов Нового года. Говорят, что если нашептать им на уху свое самое заветное желание, то в Новом году оно обязательно исполнится. Рядом со сказочными героями их ледяной замок. Кстати, первый зимний дворец был построен еще в 18 веке на потеху императрицы Анны Иоанновны с ледяным камином и пушками с ядрами. У нас, конечно, масштабы поменьше, но тоже очень красиво. Ну и, конечно, какая же сибирская зима без горки. Я вот лично предпочитаю кататься на картонках. И доступно у каждой горки, есть как минимум парочка, и катится отлично. В общем, всех с наступающим Новым годом, а я поехала. И мы поехали! Ну, Настя, конечно, хорошо, у нее горочка-то накатана, это не по студии, значит, катать вообще. А что, мне очень нравится, как-то накачано хорошо и мною прокачано. Ну, я же готовился, давай, вставай, вставай. Вот пока катаешься, у нас уже есть телефонный звонок. Давай послушаем. Примем с удовольствием. Здравствуйте. Представляйте, пожалуйста. Алло, алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Очень приятно. Ольга, вы хотите поздравить кого-то или, может быть, ответ на вопрос сказать? Я хотела ответ на вопрос сказать. Так, и кто же, кто же придумал помпоны? Французские матросы. Отлично, мы вас поздравляем. Можете себе поаплодировать, и мы тоже вам аплодируем, потому что билет... 5 января вы идете в 5 театр. Да, мы знаем, что вы будете делать. Если заберете билет, не выключайтесь, наши координаторы с вами свяжутся и расскажут, как вы сможете забрать билет. А может быть, прямо сейчас мы еще объявим один розыгрыш? Ну, быстро. Ну, давай, быстро. Может быть, кто-то еще и успеет. У нас есть еще один билет в театр Орликин, правильно? Да, и нужно 30 декабря отправляться туда на спектакль. Да, очень-очень срочно. Вопрос у нас такой. У нас недавно был совсем олень, а вопрос звучит так. Сколько было в классической упряжке оленей у Санта-Клауса? Очень внимательно. Именно в классической упряжке. Одну цифру, и все, и билет уходит вам. 695-644, пожалуйста, звоните и предлагайте свои варианты ответов. Ален, вообще, я предпочитаю больше санки. Вот я не знаю, как наши телезрители, но как бы санки все-таки это веселее. Это более такой, знаешь, безопасный вид катания с горки. Ну, чтобы это было безопасно, нужно обязательно, чтобы тюбинг был яркий, чтобы на склоне его было заметно. Вот, между прочим, люди уже придумали, как сделать его небезопасным. Как это может быть? Есть небольшой сюжет, который рассказывает, как нельзя использовать вот это приспособление. Давайте его тоже посмотрим. В зимний период наиболее опасным развлечением является катание на тюбинге, прикрепленном к автомобилю. В 2017 году в Омском районе был зарегистрирован факт гибели человека, который катался на тюбинге, прикрепленным таким способом. Подобные развлечения очень опасны. Такие прицепные устройства не повторяют траекторию автомобиля. Тюбинг может выехать на любую полосу движения, также попасть под колеса впереди идущего автомобиля. Кроме того, тюбинг может столкнуться с любым препятствием, расположенным на обочине, и перевернуться. В таком случае пассажир тюбинга может получить травмы, зачастую несовместимые с жизнью. Подобные развлечения являются нарушением правил дорожного движения, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей. Госавтоинспекция рекомендует всем гражданам в период праздничных мероприятий не использовать подобные развлечения. Пользовался тюбингом только по назначению. Кататься на тюбингах только на горках и специально отведенных местах. Ну я думаю, что все уже поняли, как не стоит в новогодние праздники проводить свое время, чтобы они у вас были веселыми, хорошими и, главное, безопасными. Дорогие друзья, я очень быстро хочу напомнить о том, что 695-644 билеты. Кто хочет пойти 30 декабря в театр Орликин на спектакль 12 месяцев? Да. Ну что, наш вечер уютный, теплый, к сожалению, подходит к концу, и мы готовы подвести итоги голосования, которое было у нас телефонное. Первое место у нас занимает вариант, который... Теплые напитки? Теплые напитки, конечно. Но я, в принципе, думаю, что если бы был вариант все это вместе, то телезрители бы голосовали за него 100%. Мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом и прямо сюда, на эту площадку. Программу «Тут еще вечер» приглашаем наших теперь уже соведущих. Владимира Мутовкина и Наталью Рогалеву. Наталью Змагу и Андрея Крылова. У-у-у! 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 Ну тогда и... У-у-у! Ой, как же красиво. Дорогие телезрители, мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Мы рады, что весь этот год вы были с нашими коллегами, и в будущем году мы встретимся с вами тоже. Но я думаю, что все хотят сказать вам еще парочку теплых слов. Друзья мои, этот прекрасный вечер, он только прелюдия к тем праздникам, которые вступают в свои права эти долгие выходные дни. И Новый Год, тот праздник, который нас всех объединяет, он будет классным, жарким, радостным и веселым, с чем я вас и поздравляю. Всегда оставайтесь теми, кого вы любите, уделяйте им время днем, вечером, в общем, всегда-всегда. Пусть эти праздники будут для вас веселыми, жизнеутверждающими. И очень часто я говорю в эфире, тепла и уюта вашему дому. Не будет исключением и этот теплый вечер. А я желаю вам классной погоды, интересных событий в Новом Году, ну и, конечно, здоровья. Куда видимо? В общем, начинаем. В новом 2019 году мы встречаемся с вами 14 января. И первый эфир проведем для вас мы, Алена Зарина. И Константин Коминов. С Новым Годом! С Новым Годом! Чудеса, как хлопья снега, Тают в маленькой руке. На земле повсюду сказка, Даже в школьном рюкзаке. На земле повсюду сказка, Даже в школьном рюкзаке. И в школьном рюкзаке, А на елочке игрушки Новогодние висят. А на елочке игрушки Новогодние висят. И заветно лишь желанье Дед Мороз исполнит строк. Радость в воздухе кружится, Это детство островок. Радость в воздухе кружится, это детство островок. Лишь ураги, левые свечи, стали взрослыми детьми. Ждут подарков всей семьёю, исполняются мечты. Ждут подарков всей семьёю, все исполнятся мечты. Ха-ха, 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 ха-ха. Запах сладкой мандаринки, чудеса по Новый год. Возле ёлки даже волки. Дружно возят хоровод. Возле ёлки даже волки Дружно водят хоровод Чудеса, как хвопе снега Тают в маленькой руке На земле повсюду сказка Даже в школьном рюкзаке На земле повсюду сказка Даже в школьном рюкзаке А-а-а-а А-а-а-а А-а-а-а... Субтитры подогнал «Симон»